Юлия Анисимова 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 Ну вот так случилось, что мы подумали и решили, что нужно попробовать, как минимум нужно попробовать. В эту субботу стартовала первая фотосессия, в которой приняли участие военнослужащие морской пехоты 76-й бригады, наши николаевские ребята, наша Виолетта, являются у них прислужбой. Я с ней первая созвонилась, говорю, Виолетта, вот есть такая идея, нам нужна сейчас помощь, нам нужна поддержка, нам нужны люди, которые на сегодняшний день готовы с собаками сфотографироваться. Мы сейчас видим эти фотографии на экране. Да, это вот эти, на самом деле, военные, вот и Виолетта. Получается, на большинстве фотографий, здесь мы видим взрослую собаку, но на большинстве фотографий мы решили начать именно с щенков. Они сейчас есть, они здоровые, они все стерилизованы. В дальнейшем, когда у них появится хозяин, они будут чипированы. То есть ничего не стоит просто прийти и взять эту собаку, потому что дома кому-то нужен охранник, кому-то просто нужно существо, которое хочется любить, кому дарить свою теплую ласку. Я безумно благодарна фотографу Александру Сайковскому, который откликнулся, потому что вы же понимаете, что сложно сейчас найти тех, которые готовы бесплатно отдать свое время на то, чтобы посвятить такому делу. Потому что мы не знаем, будет ли у нас успех, мы не знаем, как сложится дальше вообще судьба этого проекта, этой акции, получится ли у нас что-то. Но очень тяжело начинать, сложно начинать, страшно, безумно страшно, получится ли у нас. А вот по поводу продолжения. Вчера стартовала первая акция, первая фотосессия. Первая фотосессия, да. Будет ли продолжение, планируется ли что-то еще? Конечно, ни в коем случае мы не будем останавливаться. Я надеюсь, что наша деятельность, сотрудничество вместе с Сашей Сайковским, потому что мы видим фотографии действительно на уровне. Это не его фотографии. Да, то есть фотографии на уровне, они профессиональные. Очень хочется, чтобы именно профессионалы работали над таким, потому что, ну, сами понимаете, аматоры. Такое вот. Честно, я не могу даже выразить все слова благодарности для Саши. Конечно, отвечая на ваш вопрос, это должно быть долгосрочным. Поэтому я надеюсь на то, что каждые выходные мы будем привлекать разных людей. Это могут быть просто модели, которые у нас есть в городе. Вот, кстати, по поводу людей. Эта фотосессия действительно была тематическая, военная. Остальные тоже будут иметь какую-то тематику? Ну, я думаю, что да. То есть я открою, да, может быть, тайну. Я хочу, чтобы в какой-то день у нас была полиция, в какой-то день у нас были политики, в какой-то день у нас были журналисты, фотографы, модели. То есть максимум вообще людей, которые на сегодняшний день хотя бы самую малость популярности имеют в городе, чтобы таким образом они привлекали к себе внимание. Потому что это люди, которые имеют имя, которые имеют какой-то статус, лицо в нашем городе. И я надеюсь, что именно вот таким образом мы сможем привлечь тех, ну, кто, может быть, не знает, на примере, да, вот тех же знаменитостей, скажем так, наших Николаевским. Будем подавать такой пример нашим горожанам. Благодаря вот такой фотосессии, пёсики, которые на фотографиях, сегодня, можно сказать, проснулись динаминитыми. Да. Люди, которые сейчас увидят их на фотографии, увидят в соцсетях, узнают об этой акции, как они могут забрать себе собачку, щенка, если он им понравится? На нашей странице в Фейсбуке, которую я специально создала для того, чтобы туда опубликовать, есть контакты, куда можно позвонить и попросить, и сказать, что я хочу забрать собаку. Коммунальное предприятие Центра защиты животных на сегодняшний день имеет свой сайт. У них есть группы во всех социальных сетях, которые у нас есть. Они есть на сайте нашего госполкома. То есть контакты сегодня доступны, нужно только зайти просто в интернет. Так как это только начало, да, я не успела вам дать контакты, чтобы, может быть, мы их вывели. Но я думаю, что это моя не последняя, да, встреча с вами, с телезрителями. Я надеюсь, что сюда мы придем и с Людмилой Ткач, директором, и с Александром Сайковским, который, может быть, тоже расскажет вам, как ему было, да. Хотелось бы еще узнать, но я думаю, что у каждого во дворе в нашем городе есть бездомные песики, которых подкармливают, над которыми сосюкаются. А вот если обычный житель захочет тоже сделать свое фото с бездомной собакой, он может присоединиться к вашей акции? Конечно, то есть, помимо того, что у нас стартовали профессиональные фотосессии, которые, собственно, и называются, да, «Моя собака без породы» или «Я ищу тебя, хозяин», мы запустили параллельно флешмоб, где простые, ну, да, просто жители, просто люди, неважно, кто угодно, может сделать селфи со своей собакой, да, и тоже написать, что «Моя собака без породы у меня там дома». Может быть, у кого-то у меня вот дома, допустим, есть немецкая овчарка, потому что у меня частный дом, она сторожевая собака, но у меня, помимо этого, есть еще двор-терьер, зовут его Пуфик, он у нас беспородный, мы его взяли как-то в свое время, просто потому что было очень много щенков, некуда делать собаку, мы его взяли, у нас такой маленький звоночек по двору бегает, он у меня без породы, я сделала тоже селфи с ним, то есть «Моя собака без породы», я ее люблю, потому что любовь не имеет породы. Акция действительно долгосрочная, но есть ли какие-то рамки, до которых вы будете? Нет, рамок нет, покуда будут силы, покуда будут люди, которые готовы с нами работать, работать, сотрудничать, которые могут, хотят, пока есть желание, пока я могу, то есть я буду стараться, я буду пытаться как-то организовать людей, находить людей, пытаться с кем-то сотрудничать, мы открыты для любого сотрудничества, потому что, я же говорю, вот эта суббота, я увидела, с какими трудностями мы столкнулись, что нужно исправить, что нужно добавить, что нужно улучшить, это действительно сложная работа, и поддержка очень нужна. Тебе получилось пообщаться, поиграть с этими собаками, хотелось бы от тебя услышать, знаешь, комментарии, какие они, какую небольшую для них рекламу, чтобы зрители знали, что они не просто, допустим, симпатичные, красивые, милые, какие они по характеру? Я не первый раз на КП была, это уже, ну вот полтора месяца я бываю там часто, я очень тесно общаюсь с Людмилой Ткачиной, потрясающая женщина. Собаки, там нет бешеных собак, там нет сумасшедших собак. Нужно понимать, что это не приют для животных, это в первую очередь, потому что некоторые думают, что это приют для домашних животных. Нет, это центр стерилизации, где их отлавливают, стерилизуют, кого нужно подлечивают, и вообще их нужно отпускать обратно, потому что, чтобы там не, ну, центр не резиновый, да. Но Людмила пытается найти им дом, чтобы не отпускать их просто на улицу, обратно в ту же среду, она всеми силами пытается найти дом этим собакам. Собаки, ну, потрясающие, там очень много тех, которые уже узнают, да, вот они привыкли чуть-чуть ко мне, есть те, которые реагируют на меня, там есть собачки, которые просто бегают вне в вольерах, как бы их территорию, они уже узнают, не боятся, подходят. Очень грустно смотреть на тех собак, которые жутко боятся людей, очень боятся. Вот у каждой собаки, помимо того, что есть какая-то болезнь, есть еще характер и есть душа, и в этой душе, в этих глазах элементарно видно боль, вот их гуляют по территории, есть место, где можно погулять. Когда очень больно смотреть, когда собаку обратно помещают в вольер, она вот так вот четырьмя лапами упирается, но не хочет обратно. Они хотят гулять, сейчас у нас Украинская Академия Лидерства в городе стартовала, и ребята, я их тоже познакомила с Людмилой, и они волонтерят, помогают выгуливать, потому что людей там тоже не хватает, собак много, их там около 140 особей содержатся в центре, им с одной собакой нужно гулять минимум 20 минут, ну то есть они тоже не успевают, у всех есть душа, и очень хочется, чтобы они действительно нашли дом, чтобы, ну, страшно, да, люди ругаются. Люди боятся взять бездомного, потому что они боятся болезни, они боятся плохого характера, но, как я понимаю, действительно взять в этом коммунальном предприятии собаку можно здоровую. Конечно, там нет больных собак, их всех лечат, у них есть больница, у них есть лаборатория, там нет собак, которые могут причинить вам вред, там есть кинолог, если вы захотите взять себе собаку. Почему-то её обучить. Либо звоните, либо приходите туда, то есть и с вами работает кинолог. Вы бы выбрали себе собаку, но, естественно, человек боится первое время, да, собаки, так же самая как и собака человека. Работает кинолог, рассказывает, как познакомиться, что нужно взять. Когда я приходила, тогда я же тоже боялась собаки, вообще жуткая трусиха, Я собак боюсь страшно Но это для меня был тоже какой-то определенный свой барьер И таким образом Там замечательный мальчик, кинолог Он рассказывает, как познакомиться То есть как нужно вести себя с собакой И сам держит, там нет агрессивных собак Они все хотят домой Главное, чтобы собаку любили И тогда она будет отвечать тем же Безусловно Спасибо тебе, Юлечка Я надеюсь, что пройдет совсем немного времени И ты со всей своей командой придешь, чтобы рассказать нам Какие собаки нашли свой дом Кто нашел себе хозяина Я нагадаю нашим телеградачам, что сегодня До нашей студии заветала Юлія Нісімова Організатор акции «Моя собака без породи»